Привет, это канал I Like Pet. И в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы о лакомствах для собак. Собаки обожают лакомства. Вкусное поощрение помогает в процессе дрессировки. Также это хороший способ порадовать лающего друга. Как правильно выбрать лакомства для собаки? Когда их лучше всего давать питомцу? И отличаются ли лакомства для разных пород собак? Мы подробно изучили эту тему и готовы ответить на самые популярные вопросы о лакомствах для лающих. Угощения для собак можно разделить на 4 категории. Первые – это традиционные лакомства, используемые в качестве поощрения за хорошее поведение или выполнение команд. Вторые – профилактические лакомства для поддержания здоровья, также используемые для устранения зубного камня или при смене зубов. Третьи – специализированные угощения, предназначенные для собак в склонах к аллергии. Четвертые – беззерновые лакомства для собак с чувствительной пищеварительной системой. Каждый хозяин хорошо знает, что больше всего любит его собака, но не все продукты, которые так любит питомец, можно давать регулярно. Поэтому рекомендуется баловать питомца лакомствами только по особым случаям. Например, при обучении и дрессировке за хорошее поведение и послушание. При смене молочных зубов можно дать твердые лакомства в качестве чесалки для десен. Также лакомство можно давать при появлении у собак зубного камня для очистки зубной эмали от налета. Первое, что нужно учитывать при выборе угощения – это предпочтение собаки. Присмотритесь, какой именно продукт вызывает у питомца наибольшую радость. Если вы покупаете лакомство для дрессировки, выбирайте тот продукт, который ваша собака больше всего любит. Старайтесь угощать лающего друга вкусными и полезными лакомствами. Не стоит поощрять собаку вредной едой, жирной, копченой или жареной пищей, даже если ваш питомец ее очень сильно любит. Первый кусочек лакомства можно дать до начала тренировки, показав собаке, что у вас для нее есть поощрительный приз. Это станет хорошей мотивацией. Лакомства выдаются только в награду за определенные достижения. Без повода баловать собаку нежелательно. Так у нее быстро пропадет интерес выполнять команды хозяина. Также не стоит поощрять собаку лакомством после выполнения каждой команды. Между выдачей и угощением обязательно должны быть перерывы. Лакомства бывают для разных пород собак. Например, для крупных и средних пород лакомство выпускается с увеличенной энергетической плотностью и более крупных размеров. Дело в том, что чем крупнее порода собаки, тем больше и требуется полезных веществ. Для маленьких пород собак изготавливаются специальные подкормки с учетом строения и размера челюсти мелких животных. Такие питомцы склонны к желудочно-кишечным расстройствам и имеют довольно слабые зубы, что также учитывают производители, выпускающие вкусные угощения. Теперь вы знаете ответы на самые популярные вопросы о лакомствах для собак. Тщательно выбирайте угощение для своего питомца и тогда ваш лающий друг всегда будет доволен. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok